Добро пожаловать, дорогие братья! И нет сомнений, что призыв объединяет достойных подобно родству, так же, как знание объединяет достойных подобно родственной связи. И поистине блага теряются, и родственные связи рвутся, и не встречалось подобное сближение сердец посредством этой религии и этого призыва, и этого пути, и этой веры. Объединяющие сердца на пути к Аллаху, Пресвятому и Великому. Самый необходимый момент для нашей умы, в которой она проживает, будучи в центре переворотов политики, экономики, общества и событий. И стало необходимым организовать это благословенное собрание, в котором участвуют обладатели знания и призыва, не только в своих странах, но и во всех мусульманских странах. И если жители Джазиры любят жителей Египта, и в их сердцах миср занимает большое место, то так же жители Мисра любят жителей Джазиры, и в их сердцах оно занимает большое место. Ведь из них посланник Аллаха, который вырос на этом полуострове, и на этом полуострове дом Аллаха, Пречисленный и Велик, и мечеть его пророка. Как же велика наша любовь к каждому, кто причисляется к этой благословенной и чистой местности и к этим народам, любовью к которым ради Аллаха гордятся мусульмане. Сегодня у нас мало времени, и оно ограничено, и мы не будем отнимать от него более сказанного. С нами достопочтенный ученый, наш шейх Абдул-Азиз-Аль-Тарифи, и он не нуждается в том, чтобы его представляли. Просим Аллаха Всевышнему, чтобы он довел довод посредством него, и чтобы открыл тем, что он говорит из истины, замки сердец. Поистине он повелитель и способен на это. Пусть же приступит с благодарностью и поддержкой, с дозволением Аллаха. Хвала Аллаху Господу миру, да благословит Аллах и дарует благодать нашему пророку Мухаммаду, его семье с подвижником и тем, кто последовал за ним до судного дня. А затем, поистине пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, поведал об уровнях обладателей веры и об уровнях дел с внешней стороны и внутренней. И поэтому сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, верующий сильный, лучший и любимый Аллаху, чем слабый верующий. Наставление от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, включает в себя стремление укрепить веру. И под этим не имеется в виду телесная сила, а подразумевается твердое намерение сердца, сила веры и ее устойчивость. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, завещал это, потому что вера будет с человеком постоянно. Она придаст уверенности ему, она придаст уверенности ему, придаст больше надежды на то, что вера примется, и даст ему безопасность от отклонений и схождений, от того, чтобы поворачиваться спять и от неверия в законы Аллаха. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, побуждал обладателей веры к увеличению дел подчинения и как можно уменьшению дел ослушания грехов. Потому что от подчинения укрепляется человек со стороны имана, а ослушание ослабляет иман человека, даже если он обладал крепким и сильным телом. Аллах даровал ему физическую силу, однако... Однако в тот миг его сила будет равна легкой волосинке, которую уносит ветер. Поэтому вера в сердце, вера в сердце, из нее исходит довод. Исходит ясный довод и твердое решение. Нет толку в силе тела, если сердце слабо, пяло, нежно и далеко от устойчивости и твердости. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, завещал и приказал и побуждал во многих преданиях укреплять свою веру. Пророк в своих словах, верующий сильный, лучший и любимый Аллаху, чем слабый верующий, не имел в виду под этим физическую силу. Потому что это фитра, естество, которое достается человеку вопреки его желаниям. И не во власти человека то, чтобы сделать себя высоким или широким. Однако это то, что дарует Аллах своим рабам. Что же касается вещей, приобретаемых, которые человек приобретает из знаний, информации, убеждения и веры, эти вещи являются приобретаемыми. Их человек увеличивает, и по мере увеличения этих вещей он будет сильнее. И по мере уменьшения будет слабее. Поэтому посланник, саллиллаху алейху ассаляма, разъяснил проявления и отличия веры в сердцах творений в различных местах, со стороны крепости и стойкости во время критических положений. Либо в самом естестве человека, либо в переходящих вне этого. Говорит пророк, саллиллаху алейху ассаляма, после того, как он упомянул сильного и слабого верующего, говорит, саллиллаху алейху ассаляма, уповай на Аллаха и не теряй сил. Указание на то, что сила сопутствует стойкости, и отсутствие силы, то есть бессилие и слабость, сопутствует отступлению, исхождению. Посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассаляма, приказал укреплять основу и усиливать веру, чтобы был стой к человеку. Несерьезно относятся большинство людей к этому, однако пришло множество контекстов, призывающих к стойкости и крепости. Также предостережение от уклонения и отступления от истинного пути, от уклонения, от приказа Аллаха укрепить веру. Как же укрепить человеку свой иман, и как ему стать в этом стойким и твердым, и также, как слабеет вера человека, пока он от этого не погибнет. И посланник Аллаху ассаляма, так же, как разъяснил силу веры и разъяснил ее слабость, так же он разъяснил положение силы и его причины, и разъяснил места слабости и его причины. И это приходит, и большинство текстов из Слова Аллаха и его посланника, саляллаху ассаляма, указывает, что шариат ясно разъяснил и не оставил вещь, кроме как побудил к ней, или приказал поручением, или словом, или делом, и указал дорогу человеку к нему на ясном доводе. Поэтому шариат не приказывает что-либо, и не побуждает к чему-либо, к чему надо идти, или стремиться, не указав путь к его достижению самым легким способом. Шариат указал на истину и указал путь к нему, и предострег от зла, и указал дороги, приводящие к нему. Чтобы не обманулся человек, думая, что эти пути приводят к добру, а на самом деле они приведут его к слу. И изъяснил Аллах пути зла, и также их изъяснил Пророк, саляллаху алейху ассаляму, во многих местах. Поистине ум нуждается в стойких личностях, больше, чем в группах, не являющимися обладателями стойкости, и наоборот, отходят при трудностях и теряют силу и крепость, когда им бросают вызов. Поэтому посланник Аллаха, саляллаху алейху ассаляму, устоял, будучи одним, и обратились спять от него огромные народы. И это от силы, которая в сердце, и крепости, и решительности, и веры, и они отличаются в каждом. Поэтому можно найти среди людей, которые находятся среди заплудших, то, что Аллах Всевышний укрепляет их среди неверующих и заплудших. Аллах Всевышний укрепляет их на истине. Затем удивляются люди его вере, крепости, его силе и непоколебимости, стоя лицом к вызовам. Также видит человек противоположность этому, людей, живущих в мусульманских странах, среди праведных людей или в праведных семьях. И они отклоняются от дороги то вправо, то влево. И иногда они бывают у врат истины, и иногда у врат лжи. И даже иногда бывают наступения приводящих к лжи. И признаком чего же это является? Является признаком того, что вера, посредством которой человек укрепляется, она же и является его защитой при трудностях. И когда ему бросают вызов, и когда постигают испытания, и при проверках, которые Аллах ставит на его пути, ставит перед ним, и они обязательно будут.